Вы смотрите подробный мастер-класс «Фруктовый натюрморт». Предыдущее видео за две недели набрало более тысячи просмотров и почти 100 лайков. Оно получило одобрительные отзывы и комментарии из разных стран. Все это очень помогает в развитии канала. Но самое главное – это лучшая мотивация для того, чтобы снимать более качественно, делать это чаще и стараться для вас. Если вам понравится и будет полезен этот мастер-класс, я и дальше буду благодарным за такую поддержку. А сейчас мы начинаем. Почти во всех своих картинах я делаю набросок композиций, используя масло льна, прозрачно размешанное с охрой, сиеной или другой краской, которая потом без грязи закроется следующим слоем краски. За основу сюжета взято изображение из интернета. Это картина художника, который тоже, в свою очередь, делал вольную копию с работы какого-то автора. Тем более, что я добавил в этот сюжет своих элементов, таких как бутылку, персик, виноградную лозу, вишню. Ну и плюс ко всему, у каждого художника свой вкус и свое восприятие цвета и цветопередача. Поэтому эту работу уже нельзя назвать копией в каком бы то ни было проявлении. Во время рисования я никуда не смотрю. Вся эта композиция находится у меня в голове, и это добавляет большего наслаждения от того, что ты участвуешь в материализации какой-то своей мысли, и то, что у тебя в голове, появляется сразу на холсте. Итак, прозрачно размешанной краской мы начинаем наносить все основные части нашей композиции. Для достижения объема мы будем перекрывать одно другим, а потом играть краской и контрастами. Мы сделаем так, чтобы пиалу со смородины перекрывал персик. Дальше находился бокал с каким-то компотом из черной смородины. Еще дальше находилась бутылка, ну а спереди, на переднем плане, находился наш виноград. Когда-то видел такую фразу в комментарии, кто-то написал «Страшно начинать». Так вот, благодаря такому наброску, в течение пяти минут перед нами уже стоит конкретная задача. В уме уже начинает формироваться то, с чем мы будем работать на протяжении всего сеанса. Нам будет трудно отойти от пропорции, от композиции, ну и вообще нам самим будет приятно от того, как оживает картина и наполняется красками. Поэтому мы переходим к следующему этапу, этапу подмалевка. Делаем мы это, как всегда, от дальнего к ближнему и от темного к светлому. Для того, чтобы создать темноту за бутылкой и за фруктами правой части картины, мы используем смесь голубой ФЦ и сжженной умбры. Если присмотреться, то в этом оттенке уже что-то зеленое можно увидеть. Но мы добавляем еще оливковую, таким образом мы регулируем глубину. Особенно в том месте, где мы захотим потом показать виноградную лозу на более светлом фоне за бутылкой. Это мы потом увидим. Ближе к центру доминирующий становится оливковый. И добавляем также оранжевый кадмий. Благодаря этому у нас уже на этом этапе появляется некое подобие отраженного теплого света от натюрморта, который находится на столе. Внизу слева у нас будет снова темно. Это нам очень на руку, потому что это поможет нам показать свисающую со стола ткань, которая будет освещена светом. Она будет контрастно очень смотреться, приятно. Этой темнотой мы подходим прямо к границе, где у нас будет стоять пиала со смородиной, потому что она тоже будет светлой у нас. Закончив с тенью под столом, мы переходим наверх. Мы снова используем оливковую. Теперь смешиваем ее с желтой средней, где нужно с белилами. Постараемся сделать так, чтобы это фоновое светлое пятно, оно вплотную подходило к наполнению тарелки, так как тарелка будет наполнена черной-красной смородиной, и она не должна сливаться с фоном, и должна хорошо просматриваться и читаться. Сразу можно сделать подмалевок для прозрачной части бокала, так как стекло рассеивает свет и не пропускает его на 100%, мы делаем его немного темнее или приглушеннее. Перетаскиваем часть краски светлой на область над бокалом, чтобы хорошо различалось место, где заканчивается фон, и начинается верхняя часть бокала. И начинаем делать подмалевок для ткани, которая свисает со стола. Для этого мы используем тот же набор красок, который использовали при написании фона. Вначале можно покрыть это место холоста более усредненными оттенками зеленого, а потом смещаться где-то необходимо, например, либо в сторону светлого, там где падает свет на ткань, либо в сторону темного, там где у нас находятся какие-то внутренние тени из-за перегибов, смятия или же заворотов ткани. В отношении самого видео, если бы я монтировал бы это видео без ускорения, то хронометраж бы занял почти 3 часа. Ровно столько я писал картину. Поэтому первая часть видео будет с ускорениями и местами замедляться, где нужно будет показать какой-то важный интересный момент. Вторая часть этого видео будет уже без ускорения. Поэтому вы сможете увидеть все тонкости о том, как выписать картину и на какие моменты обратить внимание. Поэтому кому интересно именно это, перематываем на полчаса вперед. Теперь, все той же кистью, которую мы делали под малевок, мы распределяем вещество краски по холсту так, чтобы у нас появился некий эффект градиента. То есть плавный переход от светлого пятна к более темным, так, чтобы сейчас, когда мы будем растушевывать флейцем, у нас не было каких-то лишних полос или каких-то пятен. Где это нужно, мы можем прямо ручками вытащить более темную краску, которая уже есть на холсте, на часть, где она более светлая, чтобы уравнять это значение. Ну, а потом также флейцем можно растушевать, и мы видим, какой плавный переход здесь тоже получился. Дальше мы берем в руки мастихин и также разглаживаем краску, так, чтобы у нас были плавненькие переливы. Где это нужно, мы от светлого тянем краску на темную часть, которая в тени, и у нас уже получаются какие-то похожие на тканевую структуру борозды и полосы. Сразу можем подсветлить часть стола. Для этого, немного набрав на мастихин оранжевой кадми, мы просто вымазываем его уже в ту краску, которая у нас есть на холсте, и получается, что вот у нас уже виден торец столешницы. Границы бокала мы тоже подгоняем и уточняем мастихином. Теперь мы смешиваем жженную умбру, синюю и титановый белило, для того, чтобы начать заполнение пиалы. И снова мы начинаем заполнять от темного к светлому. Этот оттенок склоняется больше в сторону синего, так как фарфор он должен синить в тени. Мы сделали эту теневую область умышленно более темной, потому что сейчас мы, когда заполним полностью пиалу краской, то тень будет смешиваться мастихином и руками с более светлой частью. И таким образом мы будем экспериментально искать форму, вот эту округлую форму полусферы пиалы. Теперь в титановое белило мы добавляем синюю и немного на кончике кисти жженную сиену, которую в принципе можно заменить золотистой охой. Это придаст нам смещение оттенка в теплую сторону, которым мы покрываем всю пиалу дальше. Тем более, что справа от пиала будет персик освещенный, он будет отбрасывать свет на поверхность, и там в районе перехода светлой и темной части может даже принять участие оранжевый кадмий. Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы закончили равномерное распределение краски, мы переходим над работой со световым бликом. Для этого в титановое белило мы подмешиваем капельку жженой сиены и снова распределяем вещество краски мастихином. Дальше мы начинаем формирование полусферы пиалы. Вот только что мы буквально сбили пальцем этот интенсивный переход из тени к свету, а теперь экспериментально вытаскиваем темное на светлое, чтобы уловить и найти вот эту вот форму полусферы пиалы. Руками с краской работать вообще очень интересно, потому что ты по-особому чувствуешь краску на холсте, как никогда не почувствуешь ее мастихином или кистью. Сейчас я добавляю белил еще в то место, где у нас будет блик, а потом уточняю контур кистью. Теперь смородина. Размешиваем пастозно, голубую ФЦ и умбру, и круглой кистью малого размера наносим такие капельки, где-то шарики в том месте, где мы приготовили специально для нее. И таким образом мы наполняем нашу пиалу полностью этими ягодами. Здесь будет хорошо смотреться эта веточка на фоне более светлым. Сразу можно сделать заготовки для листочков. Как вы только что заметили, я сразу приступил к тому, чтобы еще и красных ягод добавить. Я использую для этого красную и темную. Где-то эта красочка смешается с предыдущим слоем, где-то она ляжет более чисто. Вообще эти цвета, красный, темный и белый, они всегда сочетаются очень хорошо друг с другом. Они добавят живости и реализма всей этой композиции, будут очень красиво смотреться. Когда мы закончили с наполнением пиалы до краев, мы должны уточнить эти края. Для этого мы снова используем умбру, смешанную с голубой ФЦ. Потом на этом месте мы добавим еще какое-нибудь красивое обрамление, чтобы усложнить эту форму, сделать ее более привлекательной для наблюдателя. И даже распишем поверхность, для того, чтобы придать еще дополнительного объема. Набираем в кисть оранжевый кадмий, смешанный с красной и темной. И проводим кистью, потому что у нас уже есть. Краска смешалась с предыдущим слоем, поэтому она приглушилась. Нам нужно повторить это несколько раз, чтобы у нас был светлый край нашего обрамления. И он выделялся, поэтому добавляем еще желтую среднюю в кадмий. И получаем такое тоже подобие блика, только теперь уже не на поверхности самой пиалы, а на самом краешке обрамления. И снова руки в деле. Теперь мы смешиваем титановое белило с синим, чтобы нанести роспись на поверхность пиалы. Нашей росписью будут ромбовидный рисунок, который смещен немного в правую сторону. Его будут окружать различные листочки, завитушки, цветочки. В общем, это можно сделать так, у кого насколько хватит фантазии. Можно посмотреть различные примеры такой росписи в интернете, чтобы уже потом на своих картинах можно делать было что-то похожее и подобное. На самом деле, действительно, это очень оживляет. Это придает реалистичности. Многие художники этим пользуются, тем, что расписывают фарфоровую посуду на своих картинах. И действительно, эти картины после этого смотрятся совсем по-другому. КОНЕЦ 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 Теперь мы переходим к вишням. И мы сделаем их слегка прозрачными. Мы это сделаем для того, чтобы, во-первых, было видно общее влияние бокового верхнего света и на эти вишни тоже. Ну и потому, что это будет просто красиво смотреться. В действительности, не все сорта вишни имеют такую прозрачность. Но мы все же немного просветим их. Таким образом, в чистые места на холсте, которые мы приготовили для этого, мы наносим красную темную. А в левой части верхней мы, наоборот, затемняем голубой ФЦ с красной темной смешанной, чтобы ослабить влияние света, получить этот вишневый оттенок. Ну и там потом очень удачно мы сделаем световой блик от бокового света. Немного позже мы нанесем еще небольшой контур на эти вишни, который обязан немного оранжевить, чтобы показать снова же вторичный свет предметов, которые будут окружать вишенки. А теперь переходим к бокалу. По сути, мы пишем снова же ту вишню, только делаем ее в большем размере. И подобным образом можно реализовать не только вишни, какие-то жидкости или же прозрачное стекло. Ну и в данной картине, например, мы будем похожим образом делать виноградные ягоды, капельки воды на персиках или же смородину. Ну а сейчас я заполняю бокал красками. Потом я с этими красками буду работать, они будут у меня смешиваться при выписывании. Использую для заполнения темноты ту же голубую ФЦ, смешанную с красной темной. И потом для того, чтобы достичь этого эффекта свечения и сфокусированного света на дне бокала, я использую красную темную сначала на чистом месте холста. А потом буду добавлять и, образно говоря, поджигать это место добавлением оранжевого кадмия в красную темную, чтобы получилось такое свечение проходящего света. Бутылка. Заполняем ее голубой ФЦ, смешанной с жженой умброй. Это довольно темный оттенок, который мы регулируем больше в пользу синего. Мы сделаем так, чтобы бутылка была в самой дальней части стола. И смотрите, какой получается интересный эффект. В глубине у нас находится оливковый фон, потом ближе к нам бутылка, ее слегка перекрывает бокал. Потом еще ближе находятся персики, и виноград находится на фоне этих персиков и свисает со стола. И когда эту картину оформят в раму, то будет такое впечатление, что этот виноград просто выходит за пределы этой картины. Особенно это будет достигаться благодаря той тени, которую мы уже оставили, когда делали подмалевок. Поэтому достигается очень интересный эффект уже объема в живописи. Снова возвращаемся к бокалу. Мы догоняем сейчас интенсивность света, который должен сфокусироваться на дне. Если вы увидели, я просто зачерпнул пальцем красную темную, нанес ее в то место. А теперь просто моделировательными движениями я распределяю в том месте и делаю такой плавненький переход. Делаем это до тех пор, пока не получится у нас на холсте то, что мы себе задумали в голове. Где-то мы подрезаем мастихином краску, чтобы сразу уже уточнить форму. Ну а где-то мы вгоняем красную больше на темную часть, чтобы показать, как свет рассеивается внутри этой жидкости. Затем мы переходим к этикетке. Этикетка это очень важная часть в этой картине, потому что она создает определенную атмосферность. Того, что это потрепанный кусок бумаги, который уже выцвел из-за того, что долгое время, может быть, хранился в каком-то погребе и ее достали. Так как бутылка стоит в самой дальней части композиции, на нее практически не будет падать тень от бокала с напитком. Разве что немного внизу. Благодаря этому мы смогли светленько подойти к темной части бокала и получить красивый переход темного и светлого. Сразу, чтобы показать выпуклость на бутылке, мы можем подмешать туда белил смешанный с синим. Даже получается эффект какой-то поверхности, не совсем может быть чистой. Там, где у нас какие-то фиксирующие колечки на стекле, мы тоже могли бы показать сразу световые блики, усилить где-то нужно более интенсивно с помощью белил и снова вернуться к этикетке. Чтобы получить эффект старой жухлой бумаги на этикетке, нам необходима неоднородность оттенков. Мы использовали титановые белила, смешанные с сжженной умброй. И там, где необходимо было получить смещение оттенков в сторону розового, мы добавляли красную темную. Непосредственно возле бокала, на самой светлой части этикетки, видно немного желтую и среднюю в белилах. Ну а также с правой стороны, внизу, у нас будет даже присутствовать оранжевый кадмий, потому что внизу бутылки будет лежать персик, от которого будет отбиваться этот теплый свет, вторичный рефлекс на этикетку. Еще можно сделать один любопытный маневр с воображением тех, кто будет смотреть на картину. Мы можем сделать иллюзию какой-то надписи или названия на этикетке. Хотя это просто будут, может быть, какие-то тени в строчку, но воображение наблюдателя будет всегда додумывать то, что там присутствует какая-то информация. Возможно, там эта информация когда-то была, но из-за того, что эта бутылка очень старая, она уже стерлась и выцвела. Только что я пальцами нанес немного чистых титановых берил, чтобы показать остатки глянца на этикетке. Уточняем также закорлюки нашего непонятного текста и переходим над работой с персиками. Поверхность персика имеет особый и уникальный оттенок, персиковый. По сути, эта бархатистая поверхность состоит из различных переходов розовых, более теплых, желтых, оранжевых или даже местами красных тонов. Чтобы у нас получился такой эффект, мы смешаем немного красную темную с жженой сиеной и титановыми берилами и начинаем заполнять этот объем. Где-то мы будем регулировать температуру цвета, добавляя желто-зеленую, чтобы показать недозрелости. Ну, а где-то наоборот, мы будем идти в сторону розового, красного, добавляя даже немного оранжевинки, чтобы показать красный бачок, который свойственен персику. Теневые участки, которые мы получили в результате смешивания оливков и оранжевого кадмия, мы наносим там, где будут у нас углубления от черенка. Ну, а также в тех местах, которые затенены от самого персика, потому что он имеет сферическую поверхность и будет больше затемнен внизу, с правой стороны, ближе у стола. Теперь мы начинаем писать то, что находится еще ближе к нам. Это виноград. Виноград должен будет перекрыть персики и, как мы уже сказали, выходить за пределы стола отчетливо. Основной краской будет для того, чтобы у нас получились ягодки, будет оливковая. И где-то мы будем добавлять оранжевый кадмий, где-то немного лимонную, либо желто-зеленую. В тех местах, которые находятся в тени, мы постараемся сделать немного светлее. Ну, а те ягоды, которые будут находиться на более светлом фоне, мы обязаны сделать немного темнее, чтобы они не терялись и не смешивались с тем, что было написано до них. А чтобы быстро и легко у нас получилась тоже округлая форма виноградин, местами где-то прокрученная, необходимо просто поставить кисть плоскую на холст и выкручивательными движениями, вращая кисточку в пальцах, получить необходимую нам форму. Когда мы закончили подмалевок для всей картины, мы снова возвращаемся к бокалу. Начинаем выписывать стекло с того, что проставляем блик на внешне выпуклой и внутренне вогнутой стороне. Для этого плоской кистью набираем белила, слегка смешанное с синей и даже немного сжженной умброй, чтобы нейтрализовать яркость чистых белил. На поверхности можно показать какие-то небольшие пузырьки, которые, возможно, образовались, когда наливали напиток в бокал. Верхнюю часть мы слегка подчеркнем светлым, ну и проставим также некоторые пятнышки дополнительно на поверхности, возможно, это бликовка от каких-то предметов. Ну и покажем выпуклую поверхность, сферическую, также бликом на ножке. Далее мы набираем более чистых белил и более интенсивно начинаем показывать блик. Интересного эффекта можно достичь, если мы разобьем этот блик на несколько частей. Например, в верхней части это может быть какой-то квадратик, а внизу заканчивается блик двумя прямоугольниками, которые будут растушеваны и смазаны в нижней части. Чтобы перейти к персикам, нам необходимо понимать хорошо форму, с которой мы будем работать. Если говорить просто, то персики состоят из двух половинок, между которыми находится небольшая бороздочка. И также они имеют углубление между половинками в том месте, где был черенок. Как было сказано ранее, у них бархатистая поверхность с разными оттенками, поэтому в первую очередь нам необходимо определиться с тем, каким боком будет повернут персик и лежат на столе по отношению к нам. Ну а потом приступить к заполнению текстуры поверхности персиков. Как можно сейчас увидеть, мы более светло подошли к тому месту, где у нас будет ограничить с фоном пиалы. Мы решили сделать у персика красный бачок, как это бывает обычно, поэтому мы работаем с красной темной. И также добавляем немного оранжевого кадмия. Смешиваясь эти краски с белинами, которые уже есть на подмалевке, это дает нам розовинку и теплые оттенки. Переходим к тому месту, которое находится в тени. Мы использовали оливковую с добавлением оранжевого кадмия. Оранжевый дал нам прекрасный, отраженный, теплый свет. И мы при помощи маленькой плоской кисти начинаем сбивать переход света и тени. Маленькой кистью, потому что она как раз дает нам интересный эффект неоднородности и появляются различные пятнышки на поверхности. Там мы немного осветлим, чтобы показать, что у черенка немного выпуклые поверхности, как всегда это бывает у персика. Ну а там, где будет у нас находиться сам черенок, у нас будет более темнее и сейчас уже начинает угадываться то место. Постараемся красное сделать еще более явным. Для этого совсем немного в красную темную мы добавим жженой умбры и распределим красочку в том месте, где мы хотим получить красное. И снова мы сделаем небольшую неоднородность поверхности тем, что попробуем разорвать это пятнышко на более мелкие. И таким образом мы сделаем еще небольшие пятна розовые. Переходим теперь к капелькам на поверхности персика. Для этого немного теневого оттенка мы вгоняем в поверхность более светлую. Делаем такое округлое пятнышко, которое с правой стороны внизу мы подсвечиваем проходящим светом боковым. И по диагонали слева вверху мы затеняем, чтобы показать потом блик от поверхности капельки водички. Таким образом мы писали, похоже, вишни и будем писать еще виноград. И так пишется любая форма, которая имеет какую-нибудь прозрачность. На этапе подмалевка я чуть не допустил ошибку тем, что я практически повернул персики оба эти в одну сторону вправо черенком. Это выглядело ненормально с точки зрения эстетики, потому что не было разнообразия в композиции. Это было дублирование какой-то, ритм. И мы нарушим этот ритм тем, что средний персик мы развернули немного влево черенком вверх. Ну и сейчас работаем над тем местом возле углубления. Чтобы показать углубление это, мы наоборот подчеркнем выпуклости, которые характерны для этого места. Ну и затем мы притяним то место черенка, чтобы сделать его еще более глубже. Я писал эту картину и снимал это на видео возле окна при естественном освещении. Поэтому, как вы заметили, меняется интенсивность освещения, в связи с чем можно по-разному увидеть оттенки на картине. И заметил я, к сожалению, это только тогда, когда уже сбросил видео на компьютер для монтажа. Поэтому я заранее извиняюсь за возможные засветы, которые присутствуют. Или сеточки от бокового света, которые возникают, когда снимаешь зернистый холст. Теперь переходим к выписыванию винограда. Мы сделаем так, что у нас ягоды тоже будут прозрачными. В них будут преобладать оттенки желтого, немного оранжевить будут и даже в сторону зеленого будут. Именно эти оттенки характерны для спелого прозрачного винограда подобных сортов. Наша задача будет сейчас заключаться в том, чтобы на подмалевок нанести свет, который прошел сквозь виноградную ягоду и упал на противоположной части внутренней поверхности. Для этого мы используем плоскую кисть небольшого размера. И те ягодки, которые находятся у нас более глубже, мы будем смешивать желтую и среднюю, немного добавляя туда оранжевого кадмия. Будем умеренно наносить там этот свет, а которые будут ближе и которые будут перекрывать дальние ягоды. Мы будем смешивать желтую и среднюю и немного добавляя желто-зеленую, а где-то даже может быть добавлять будем немного белил для того, чтобы показать это влияние света на этот прозрачный виноград. Чтобы было видно каждую виноградину отдельно в этой грозди, мы по контуру распределяем немного ту краску, которую нанесли для просвета, чтобы получился объем каждой ягоды. Ну и делаем это интенсивнее, по мере того, как ягоды находиться будут ближе к нам. Чтобы потом усилить этот эффект, можно взять круглую кисть небольшого размера и прям провести по контуру каждой ягодки, чтобы было видно некая глянцевость поверхности. То, что свет, он отражается еще и от персиков на виноград и видно, теперь стало еще лучше каждой виноградиной. Если мы хотим достичь объема в этой картине, то нам необходимо сделать так, чтобы на темной части ткани, которая находится в тени под гроздию, было контрастно видно подсвеченной внутренним рассеянным светом ягоды. Поэтому мы еще раз проходим немного лимонным кадмием по тем виноградинам, которые находятся на темном фоне и которые перекрывают остальные. Когда мы увидели, что у нас получилось сделать это внутреннее свечение, мы переходим к бликам, которые характерны для глянцевой выпуклой поверхности винограда. Сделать это очень просто. Мы на кончик кисти набираем немного белил, которое мы смешиваем прямо на холсте с той краской, которая уже была нанесена до этого. Таким образом у нас получаются более приглушенные блики, они не такие явные, что режут глаз, а потом по некоторым виноградинам, которые находятся в таких ключевых позициях, которые самые верхние, мы снова уточняем белилами и делаем этот блик более явным. Но не делаем так, чтобы они были слишком яркие и они были на всех ягодах. Теперь мы переходим к редактированию внешнего вида персиков. Только что вы могли увидеть, как я снял пальцем неугодную мне каплю. Я считаю, что их не должно быть слишком много на поверхности. Их должно быть 2, максимум 3, чтобы не было какого-то ненормального преувеличения. Ну а также сейчас я осветляю поверхность персика в этой области и даже немного добавляю в желто-зеленые оттенки, для того, чтобы показать некоторую недозрелость этого фрукта. Что тоже вполне может быть, когда мы видим персики. Снова я немного осветляю ту часть, которая лежит перед пиалой. Ее теперь стало хорошо видно. Потом я возвращаюсь снова к винограду, чтобы показать, где это уместно. То, как соединяется между собой каждая виноградина, какими-то усиками, которые подходят к каждой виноградине отдельно. Конечно, все их показать не получится, но мы сделаем это там, где возможно и там, где это будет хорошо смотреться. Сделать это можно какой-нибудь темной красочкой с коричневыми оттенками, которые бы могли просматриваться на фоне каких-то светлых ягод. Если вы обратите внимание на пространство за бутылкой, то увидите там немного осветленную часть фона. Это мы сделали умышленно, еще на стадии подмалевки, для того, чтобы, когда мы нарисовали эту лозу, она могла как-то выделяться на этом фоне. Для этого мы коричневую затемняем голубой ФЦ, чтобы нарисовать лозу на светлом. И делаем различные ответвления, делаем также заготовочки для листьев, которые будут словно выплывать из этого темного угла, немного просматриваться, и которые очень разбавят всю эту композицию. Там не будет лоза проходить на темном совсем фоне, там можно даже немного подкраснить ее. Но сейчас вы видите, как я оливковый, размешанный с оранжевым кадмием, начинаю постепенно проявлять и высветлять два листочка, которые будут выходить из темноты. мы сделали так, чтобы они смотрели на нас торцом. Поэтому особо в выписывании они нуждаться не будут, что тоже нам на руку. Но осветлив торец таким образом, мы начинаем проявлять этот лист, так что сразу становится понятно, что там находится. также совсем чуть-чуть мы займемся другим листочком и осветлим виноградную лозу там, где у нас она будет проходить на фоне темного. Вот уже появилась заготовка, с которой сейчас мы будем работать и дополнять ее. Перед бокалом у нас есть светлый фон, поэтому мы имеем полное право расположить более притемненного оттенка листочек, который хорошо просматривался бы. Он не будет, во-первых, привлекать слишком много внимания, но он поможет нам еще более лучше увидеть светлый персик, который будет на переднем плане. Также усложним немного листочек, сделаем его более завернутым, чтобы освещенная часть просматривалась контрастно на фоне той затененной, которая находится немного дальше. Рисуем в некоторых местах виноградные усики по ходу, затем смешиваем красную и темную, оранжевый кадмий и усиливаем эффект прохождения света в жидкости. Остатками красочки на кисти мы покажем, что красная смородина тоже имеет определенную степень прозрачности и свет может задерживаться где-то внутри этих ягод. Теперь мы проставим блики на вишнях. Мы сделаем так, чтобы один был более интенсивный слева, а справа был менее интенсивный. Таким образом они не будут выглядеть одинаково. Затем тонкой кистью сверху вниз, немного движением с поворотом, мы опускаем два хвостика, которые будут соединять эти две вишенки. Для того, чтобы свисающая с края смородина смотрелась реалистично, мы объединяем ее в кисти при помощи таких веточек, которые будут освещены светом. Их мы сделаем при помощи титановых белин, смешанных с оливковой, и тонкой кистью, волнистыми движениями, начинаем наносить между ягод. Дальше проставляем блики, подобно тому, как мы это делали на вишнях и винограде, и идем дальше. Также мы делаем блики более интенсивными на стеклянной поверхности, используя практически чистые титановые белила. И таким образом мы регулируем степень яркости этого блика до нужного нам значения, чтобы это было естественно, в то же время, чтобы это было одной из изюминок на картине, на которую хочется смотреть и рассматривать. В местах, где на наш взгляд это было бы необходимо и хорошо смотрелось, мы добавим больше света, например, мы сделаем освещенное пятно более интенсивным, а затем приступим к дальнейшему дорабатыванию пиалы, чтобы в итоге она приобрела тот искомый вид, который мы хотели бы в ней видеть. Подобная роспись обычно имеет слегка такой подсвечивающийся эффект краски, и в живописи мы постараемся это тоже сделать. Мы смешали белило титановое с синим, и получился такой удивительно светящийся голубой какой-то оттенок небесный, которым я решил подвести низ обрамления, и нижнюю часть пиалы, которая находится в тени из-за своей геометрии. И как раз в затененных местах мы видим, как краска обладает иллюзией этого эффекта свечения. Высветляем также ткань, где это необходимо, особенно смятый торец, за которым будет прятаться теневая часть. Это покажет еще больше то, что ткань не просто ровно свисает со стола, но имеет какой-то рельеф. И продолжаем там, где это необходимо, заполнять более светлой. Для этого мы снова смешиваем титановое белило с оливковой, и добавляем немного желтой средней. Субтитры создавал DimaTorzok чтобы верхняя часть бокала не выглядела обрубленной, или же какой-то плоской. Я совсем немного покажу эллипс, завершающий его части верхней. Таким образом, становится понятно, что там находится торец стекла, который немного может подсвечиваться из-за внутреннего света, который блуждает в стекле. Также немного границы этого стекла будут голубить на общем фоне, и бокальчик стал довольно реалистично теперь и приятно смотреться. Нечто подобное мы проделываем с бутылкой тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы будем приводить в порядок виноградную лозу. Мы покажем, как падает на нее свет, и наиболее удачно это можно сделать, если мы это сделаем на более темном фоне. Мы набираем в кисть титановый берин, которая смешана с жженой сиеной и оранжевым кадмием, и получаем цвет, который будет характерный для виноградной лозы с белой. А где-то он будет более насыщенным и интенсивным, желательно поближе к бутылке на темном. И по мере приближения к самой затененной части, он будет постепенно рассеиваться. Немного растушевываем флейцем поверхность ткани, чтобы она имела плавные переливы, а затем перейдем к самым последним штрихам важным, картины, которые поставят точку и завершенность в этой работе. Помимо всего, что мы сделали, чтобы наш виноград выглядел реалистично, мы немного ниже светового блика на каждой ягодке делаем небольшое замутнение и даже проставляем темные точки для того, чтобы показать косточки, которые находятся внутри каждой ягоды. И хотя они не будут прописаны реалистично, в принципе за один сеанс это было бы тоже трудно сделать, потому что краска довольно подвижная, у нас возникает эффект, который мы делали, когда писали наклейку. Наш мозг сам будет додумывать то, что там находится внутри и работать больше уже с воображением и в этом особенная ценность обычно картины, когда подсознание видит больше, чем есть на самом деле. Остается набрать в кисть немного какой-то светло-коричневой с оранжевинкой краски и показать и уточнить усики высохшие виноградные и где-то в каких-то местах лазу. Под капельками с левой стороны мы немного наводим сильнее тень. Это еще больше выделит капли на фоне поверхности персика. Ну и где-то мы делаем более явными блики, например, на каплях, ну а также на виноградинах, где это необходимо показать более ярко. Дальше оливковые, желто-средние и немного белилами я высветляю одну сторону листочка, которая находится за персиком на темном фоне и таким образом стала более очевидна и явно его завернутая форма. В завершении работы где-то мы могли бы добавить акценты света, ну а также можно подчистить немного картину, уточнив некоторые границы перехода. Для этого мы тонкой кистью со стороны темного усилим тень ближе к светлым частям композиции. Притемнем тени от капель на персиках, если это нужно. И в целом можно пробежаться по всей картине глазами, чтобы подправить некоторые места, пока краска сохранила подвижность на холсте. Если вам захочется повторить эту работу по моему мастер-классу, обязательно присылайте фотографии готовых работ на фейсбук, мне или же на почту в личном сообщении. Я обязательно опубликую их в своей группе, все ссылочки будут в описании. Ну а если вам понравился такой формат, ставьте лайки, комментируйте, поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-то интересное. А на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok